Это было совершенно бессознательно. И мне кажется, это самый главный путь, самый правильный путь, точнее, к любому делу. Тиана Арбенина. Российская певица и музыкант. Автор многих известных песен, лидер рок-группы «Ночные снайперы». То есть, когда отец показал мне три аккорда, я удалилась их, так сказать, изучать и осваивать. Все было в крови. Потому что настолько была неудобная гитара, настолько дешевая гитара, что, в общем, невозможно было. Вот обязательно иметь абсолютный слух, чтобы петь. До черта с два. Нужно хотеть петь, понимаете? И это самое главное. Так что, что касается техники, то она приходит... Главное, хотеть что-то сказать и пытаться быть, ну, скажем так, не разменять самого себя. Самое любимое вот за эти 22 года – это писать песни. Это когда инструмент и я, и все. Есть разные гитары. Есть вот такие струны, это серебро. Такие жесткие струны. А есть нейлон. Вот на нейлоне, это классическая гитара, на нейлоне совершенно... Вот медиатор – это бесполезная вещь. Что касается того, когда ты играешь рок-н-ролл и блюз и так далее, медиатор необходим. Он позволяет, во-первых, играть... Ну, то есть, мы обычно его делаем, да? То есть, ты не сбиваешь пальцы. Он позволяет делать совершенно другое звукоизвлечение, такое жесткое и звонкое. Ну, то есть, все зависит от того, чем ты занимаешься, каким видом музыки, в каком жанре ты, так сказать, творишь. Когда я буду выбирать инструмент своим детям, ни в коем случае это не должен быть дорогой инструмент. Он ни к чему. Более того, вы будете возлагать большие надежды – не надо. Просто купите ребенку недорогую гитару. Обратите внимание на расстояние от грифа до струн, потому что вот здесь вот оно не должно быть большим. Ребенок не будет на ней играть, ему будет больно. Просто элементарно больно. То есть, узенький гриф должен быть, безусловно. Не надо брать такие лапы. Не надо, если ребенок не тяготеет к классической гитаре, а тут другое абсолютно. Если к классической гитаре, отдавайте в музыкальную школу, покупайте нейлон широкий и гладенький, и все, и умывайте руки, что называется. А если вы имеете в виду именно рок-н-ролл, или, например, условно эстрадную музыку какую-то, или блюз, опять же, то покупайте с узким грифом гитару. Это тоже важно. Ну, собственно, пару комплектов струн – и вперед. А, да, кстати, еще очень важно. Обязательно купите ребенку тюнер. Даже если у него классный слух, и он может настроить гитару сам, тюнер необходим. Есть такие очень-очень-очень недорогие тюнеры. Они лепятся прямо вот сюда, такая прищепка называется. Вот сюда она вставлена, ну, скажем так, лепится именно прищепка. Такой круглый он, небольшой. Он очень хороший бытовой тюнер, потому что если ребенок с самого начала не обращает внимания на строй, на гитарный строй, ну, мне кажется, дорогу в никуда. Самое главное – овладеть, так сказать, ритмическим рисунком, и тогда, я думаю, что, ну, намного проще будет подбирать песни. Кстати, подбирать песни необходимо. То есть необходимо полагаться на свое чутье музыкальное, на свой слух. Овладевайте вот именно техническим навыком ритмического рисунка, звукоизвлечения, настраивайте гитару почаще. И, собственно, я думаю, что это начало пути. Собственно говоря, а и самое главное – хотите играть.